Старый дурак. Старый дурак. Старый дурак. Старый дурак. Да, тут ночью. Я потому утром и пришел сюда поглядеть. А на свежескопной земле вот этот крест лежал. Старый дурак. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, место тут безлюдное, деревня на три дома, никто не живет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как же вы? Да я так, наездами, как на дачу. А во сколько вы заметили огонь? В два часа четырнадцать минут ночью. Ладно, хорошо, давайте запишем ваши паспортные данные. Давайте, полевой. Ур-Юр-Вкос Юрьевич. Простите, как? Ур-Юр-Вкос Юрьевич. Ура, Юрий в космосе. Ну, Гагарин. Понятно. Я родился 12 апреля 61-го года. А что, хорошее имя. Правда, неудобное, но зато осмысленное. Есть результаты? Так, судя по составу золы и толщине не до конца погоревшего фрагмента, горел картон марки Т-23. И что это нам дает? Пока не знаю. Ага. В золе есть следы красителей синего и белого. Так, а на что бы это могло быть похоже? Сейчас. Так. Почтовая коробка? Угу. И? Может, эту бактериологическую опасность отправили кому-то по почте? А получатель предпочтел ее закопать, а коробки сжечь. Ну, зачем? Ну, вот смотрите. Этот крест обнаружили на месте захоронения. Да, ты прав. Тот, кто закапывал, мог знать, что внутри находятся человеческие останки. Кстати, а это что? Ты уже исследовал? Это пырей с того же поля. А это веточки деревьев, растущих в ближайшей лесополосе. Угу. Ясно. Коль, есть гипотеза, что бактериологическую опасность отправляли кому-то в виде посылок. 40 объектов. Есть вес. Сейчас перешлем тебе данные. Отправляйтесь в ближайшее почтовое отделение и выясните, кому и от кого приходили 40 посылок с таким весом. Итак, обыкновенный технический парафин. На развес купить можно. Это останки человека, почти полный комплект, кроме головы и кистей рук. Одного человека? Очень хороший вопрос. Сейчас проверим. Хотя куда больше меня интересует, кто и зачем издих, понадеял столько свечей, самого вспламеняющихся. Кто и зачем, не знаю, но могу сказать, как. Фитили были пропитаны смесью белого фосфора и десульфида углерода. Ну, рецепт, надо сказать, несложный. На уровне занимательных задач по химии. Возможно, фитили были сразу упакованы в пленку. И серый углерод просох и дал возможность фосфору воспламениться при контакте с воздухом. Ты взвесил парафин? Да, конечно. 128 килограмма, 602 грамма. А у меня 71 килограмм, 44 грамма останков. Это останки одного человека. На заброшенном поле находят странное захоронение. Кто-то закопал 40 кусков парафина, отмеченного знаком бактериологической опасности. Развернутые куски оказываются самовоспламеняющимися свечами с начинкой из человеческих останков. Рядом с захоронением были сожжены почтовые коробки. Фесс пытается выяснить, получал ли кто-нибудь в близлежащих почтовых отделениях одновременно 40 посылок. Здравствуйте. Доброе утро. Капитан Данилов, федеральная экспертная служба. Чего могу вам помочь? Меня интересуют посылки, 40 штук, весом от 3,5 до 6 килограммов. Вам должны их прислать? Нет, но, возможно, в вашем почтовом отделении кто-то таки отправлял, ну или получал. Вот список с примерным весом каждой посылки. Посмотрите. Секундочку, я сейчас посмотрю. Спасибо большое. Глухо. Никто здесь таких не отправлял и не посылал. В соседнем поселке то же самое. Поехали дальше. Я вот подумала, мы ищем 40 одновременно отправленных посылок. А ведь эти посылки могли приходить кому-то в течение длительного времени. По одной. Исключено, Галь. Вся фрагменты останков были залиты парафином в один день и не более трех дней назад. А смерть наступила. Это не более недели назад. Почему ты так считаешь? Во-первых, стадия разложения останков не более трех дней до помещения их в парафин. А во-вторых, молекулярное исследование парафина позволило установить, что его нагревали до температуры плавления не более трех дней назад. А в твердый парафин засунуть ту же печень затруднительно, как вы понимаете. Галина Галамовна, пришел отчет из центральной базы данных почт. 40 посылок интересующего нас веса в интересующий нас промежуток времени зафиксировано в базах не было. Странно, получается, что эти посылки никто никуда не отправлял? Алло, Коля, проверьте ближайшее почтово отделение. Покупал ли кто-нибудь 40 почтовых коробок одновременно? Приблизительные размеры вы знаете. Ну как, как? По кассовым чекам? Как еще? Ну что я могу сказать? Тело было расчленено инструментом, похожим на скальпель. Срезы ровные, да? Да, и длина срезов подходящая. Все сделано очень аккуратно человеком, который не первый раз держал скальпель в руках. Так, ну что у нас проверка на яды? Ничего. Кроме никотина в потребительских количествах вообще не вижу ничего, что бы оправдывало знак биологической опасности. М-м-м. Фу, снял бы эту штуку, надоело. Ваня, лучше потерпеть. Давай на вирусы и бактерии проверять. Ага. Трихофитонорубрум. Узнаю малыша. Это проба с ног? Угу. А не комикозом страдал товарищ? Ну, по состоянию стоп ногтей, что-то грибок можно было и так предположить. Но грибок не является бактериологической опасностью. А вообще-то у людей, постоянно моющих ноги, грибок не появляется. Степ, тут за последние две недели вообще только пять почтовых коробок продали. Поехали. Палочка Коха. У него что, был туберкулез? Ну, судя по состоянию легких, не более, чем самая ранняя стадия. Как думаешь, тянет на бактериологическую опасность? Ну, с одной стороны, только по данным ВОЗ, туберкулезом инфицированы треть земли. И только в нашей стране от него умирает около 25 тысяч человек. Ого. Так. А с другой стороны? Симптомы туберкулеза еще в Вавилонском кодексе хамурапи были описаны. Ну, тысячи лет человечество живет с этим, ничего. Есть. Нашел. Покупка сорока пяти посылочных коробок подходящих размеров. Ирина Мирославовна, а кто у вас покупал эти коробки три дня назад? Не помню. А я вам напомню. Это было утром в 9.13. Утром? Нет, не помню. А вот эта камера у вас информацию записывает? Сломана она. Хулиганы. А что у вас с рукой? Порезалась об бумагу. Ну что, нашли еще что-нибудь? Следы укусов клопов, хотя вряд ли это может быть важным. Галь, у меня появилась идея общее состояние внутренних органов, доступного для исследования. Волосинового покрова, кожа, грибок, туберкулез, клопы. Думаю, что человек, останки которого мы исследуем, отбывал наказание в местах лишения свободы. Ну, это уже кое-что. А что с причиной смерти? Откровенных ран или повреждений внутренних органов нет. Смертельных заболеваний нет. Ядов нет. А головы же тоже нет. А в ее отсутствии причину смерти определить затруднительный, Галь. Ясно, жаль. Тут вот еще нашелся вирус гриппа, МГЛ-15, вирус последнего поколения. Что ж, попробуем отправить запросы, где этот вирус был зафиксирован. Галина Николаевна, похоже, зря мы тут топчемся. Эта Первоцветова доработала свое рабочее день и пришла домой. Она хоть звонила кому-нибудь? Нет, никому не звонила. Ну, так что, продолжать ее караулить? Нет, проверьте ее подругу, Анну Саракауст. Она одна из двух регулярных абонентов Ирины Первоцветовой. А на какой предмет проверить? Ну, во-первых, это Саракауст, ветеринар. И наверняка умеет общаться со Скальпелем. А во-вторых, ее муж много лет отбывал наказание в колонии. Сейчас брошу адресок. Ладно, добро, ждем. А кто второй абонент этой патчмейстерши? Ее брат, Михаил Первоцветов. Алло, Галина Николаевна, Анны Саракауст в доме нет. И на звонки не отвечает. Там за домом есть следы микроавтобуса. Да, я вас понял. Проверим в доме. Степа! Там парафин на плите и почтовые коробки. Смотри. Похоже, кровь. Вызываем понятых. Конечно. Похоже, что именно здесь мадам Саракауст расчленила своего мужа и делала из него свечки. Мудро, Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Михаила дома нет. Телефон тоже не отвечает. Объявляй обоих в розыск. Есть. Девушки отдыхают. Алло. Камеры ДПС засекли машину Михаила Первоцветова. ФЭС исследует странное захоронение. 40 кусков человеческого тела кто-то запаял в парафин и пометил знаком бактериологической опасности. Каждый кусок парафина был снабжен самовоспламеняющимся петилем. Рядом с захоронением были сожжены почтовые коробки. 45 таких коробок были проданы одновременно в почтовом отделении близлежащего поселка. Сотрудница почты явно кого-то прикрывает. В доме ее подруги находят следы крови и парафина. Похоже, что Анна расчленила тело своего мужа и сделала 40 свечей из его останков. Скоро мы приедем. Анна Сорокауст и Михаил Первоцветов. Вы задержаны. Руки за голову. Вышли из машины. Галина Галавна, Анна Сорокауст, возможно, и расчленила своего мужа, но она его не убивала. Вот. Вот как? Ее муж Виктор Сорокауст умер в колонии за несколько дней до освобождения по УДО. Судя по справке от того самого гриппа МГЛ-15, там в колонии эпидемия до сих пор, Анна получила уже труп. Очень странно. А зачем же она тогда его расчленила, делала свечи, упаковывала в коробки, потом жгала эти коробки и закапывала свечи? Миша! Миша! Миша, как же Ира? Мы же должны доехать, надо сказать! Не надо! Ирина, это его сестра, моя подруга. Она сломала ногу в другом городе. Мы обязательно должны отвезти ей по лесу деньги. Не надо, Аня, не надо. Ну почему не надо? Я тебя обманул. С Сырой все нормально. Так, давайте садимся в машину и по пути разберемся. Я не помогал ей скрыться. Зачем бы я стала скрываться? Зачем ты меня обманул? Так вы ее похитили? Можно сказать и так. Увез с хитростью. Но я не собирался делать ей ничего плохого. Просто хотел уберечь. От чего? От самой себя. Так, я ничего не понимаю. Вы мужа расчленяли? Да. Свечи из останков делали? Да. Закапывали? Что закапывали? Я думала, вы посылку получили. Так, а давайте-ка расскажите все с самого начала. Витю посадили 10 лет назад. Они с папой встречали меня на вокзале поздно вечером. Ко мне пристали трое. Защищая меня, Витя убил одного из них. У убитого оказались влиятельные родственники. Папу с Витей посадили на 12 лет. За умышленные убийства совершенные группой лиц. 10 лет я ждала мужа. Он заслужил досрочное освобождение. А потом мне его привезли. Мертвым. Вирус у нас тут бушует, дочь. Страшный вирус. Смертельно опасный. А руководство колонии это скрывает. А карантин объявили. Никого не впускают и не выпускают. Ну посудите сами, как такое может быть. Сидел человек 10 лет, а за 3 дня до освобождения умер. Не мог он просто так умереть. Не умирают люди от обычного гриппа. Ладно тебе, Нют. Бесполезно жаловаться-то. Кому нужны зэки? Если нас побольше сдохнет, все только рады будут, чтобы поменьше денег налогоплательщиков на нашу кормежку тратить. Больше тебе скажу. Может нас специально этим вирусом травят? Места в тюрьмах и колониях не хватает? Я все же попыталась. Просила экспертизу в районе. Сначала меня послали, потом сделали за деньги. Сказали, Витя умер от гриппа, как и было заявлено. Еще десятерых ногами вперед вынесли. Так что, на всякий случай, давай попрощаемся, дочь. Похорони меня рядом с матерью. Нет, Нют, мне долго не осталось. Все болит, дышать тяжело. Я какой-то сыпью покрылся весь. Один родной человек у меня остался, папа. Я не хотела, чтобы папа умер. К руководству колонии обращались? Конечно. Отписки мне прислали. И правда, всем плевать на зэков. Чем их меньше, тем лучше. Вот тогда я решила действовать. Похоронила камни в закрытом гробу вместо Вити. Разделила тело на сорок частей. Залила парафином. Сделала самовосполменяющиеся фитили. Сорок свечек по любимому мужу. Над телом, которому мне пришлось надругаться. Ставила метки биологической опасности. Упаковала. Вы можете объяснить непростым русским языком, зачем вы это сделали? Чтобы отправить посылки экспертной, правозащитной и правоохранительной организации в прессу. Я надеялась, что кто-нибудь, кто не знает, что это тело зэка, исследует и найдет этот вирус. Я хотела людей спасти. Папу. И остальных. То есть вы хотите сказать, что вы отправили эти посылки? Я хотела их отправить из почтовых отделений в других городах. Аня! На звонки не отвечаешь, дверь не открываешь, забеспокоилась, открыла запасными ключами, что ты мне дала. Аня, а ты что делаешь? Ну что, Ирина Мирославовна? Да я и не отрицаю. Честно, я решила, что Аня умом от горя тронулась. Такие глаза у нее были, страшные. Не стала я ее отговаривать. А давай я сама их отправлю. Аня, я же на почте работаю. Сделаю так, что отправители не установят. Ты же не хочешь, чтобы за тобой пришли, а? Но вы ведь не собирались их никуда отправлять? Да если бы они дошли, ее бы или в психушку закрыли, или посадили. Разве не так? Жалко ее. И Миша мой бы не пережил. Он 15 лет по ней сохнет. От мужа даже не пытался увезти. Так ее преданностью восхищался. Михаил Мирославович, в пробах из-под ваших ногтей нашли частицы почвы с того самого поля, где были закопаны свечи. Отрицать не буду. Вывез я все это из поселка и закопал. А разве ваша сестра не участвовала в этом? Я человек простой, водила. Я не знаю, наказуемо все, что мы сделали по закону. Но не думали мы об этом. Если наказуемо, напиши в протоколе, что был я один. Пожили женщину. Она подруги добра хотела. Боюсь, что Анна Саракауст действительно психически нездорова. Для человека, перенесшего такое горе, она очень даже неплохо держится. Она ведь и вправду любила своего мужа. Но вирус-то ей все-таки померещился. Мы его не нашли, значит, его не существует. Но у нас не было ни рук, ни головы. Может, руководству колонии хотя бы пару вопросов задать? Взять пробы. Для собственного спокойствия. Да и неплохо бы голову погибшего исследовать. Не знаю, я бы не удивился, что в колонии что-то нечисто. Голову и руки я тоже залила парафином. Похоронила за домом. Покажете, где. Но все-таки мне хотелось бы... Руководство колонии нас не пустит на территорию. У них там карантин по эпидемии гриппа. А расследование в колонии не в компетенции ФС. Мы это так оставим? Ну, если проигнорировать хамство начальника колонии, то в принципе он прав. Наше дело раскрыто. И если мы не найдем в останках ничего криминального, то остается только считать, что Анна Сырокауст с горя совершила не совсем нормальный поступок. И все. Дело закрыто. Василий Ильич, давайте я подъеду. Я в курсе про карантин. Мы можем встретиться на нейтральной территории. Хорошо, как вам будет угодно. Ровно восемь. Договорились. Договорились. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Галь, я тут проявил нездоровую инициативу. Я договорился в частном порядке о встрече с врачом санитарно-эпидемиологической службы невежливой колонии. Да ничего не сказал. Он тут недалеко от назначенного места встречи лежит с проломленной головой. Ну что ж, будем продолжать. Как минимум, мы теперь должны расследовать убийство врача. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ране, который на голове, есть следы свинной крови. А на земле, где обнаружен труп, есть частицы распаренных пшеничных отрубей. Одного из видов свиного корма. Странно, а при чем здесь свиньи? Анна работает на ферме, но она молочная, с коровами. Ее не могло быть возле колонии. Она была у нас. Степан, навести родственников заключенных, которые умерли в колонии от гриппа. Если еще не успели захоронить, изымать тела для проведения исследований. Веселая работенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Николай Петрович, я тут прошерстил детализацию и локализацию, нашел шесть номеров, которыми, по моим прикидкам, пользуются в колонии сами заключенные. Скидываю списочек, попробуйте им позвонить, может, узнать, что там у них внутри происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую. Генке Гаврилову трубку передать можешь? Кореш, вопрос жизни и смерти. Геннадий Анатольевич, майор Круглов, ФС. Мы проводим расследование по информации, полученной от вашей дочери. Да, но в колонию нас не пускают. Как там у вас обстановка? Плохо. Жатву вертуха, и как перестали домой таскать, так и не таскают. Сам слышал один другому, говорил, мол, не бери, травят нас, помрем все скоро. Вчера в обед что-то со складов увозили, грузовиками, не иначе, как трупы. Уж очень они торопились. Что-то вывозили сразу после моего звонка. Подозрительно? У нас есть следы и свиной крови. Может, дело в мясе? Но свиная чума для человека не опасна. А если свиной грипп? От него люди очень даже умирают. Галь, мы перехватили грузовую машину из колонии. На автомойке. Сейчас буду брать пробы. Да, есть. Да, Галина Николаевна, есть провести полную проверку предприятия поставщика свинины для колонии и всех его работников. Да, уже еду. Это чума. Африканская чума свиней. И в пробах мяса с этой животноводческой фермы, и в грузовике. Я ничего не понимаю. Это же совершенно не опасно для людей. Зато совершенно разорительно для предприятия, на котором эта зараза обнаружена. Так, и что? Я нашел на счетах Дудука внезапно появившуюся там очень крупную сумму денег. Я думаю, это была взятка. Наверняка ему заплатили за то, чтобы он скрыл информацию об обнаруженной им в мясе чуме. Наверняка он даже сам намекнул на то, что готов взять. Кормить таким мясом заключенных совесть ему не помешала. А своим он сказал, чтобы не брали. Вот отец Анны и услышал, что-то тут, что-то там. И додумал страшный смертельный вирус. Вот Юнус Степанович Мытарев, работник животноводческого предприятия. Камеры ДПС зафиксировали превышением скорости 18-20. Видим, огнал на мотоцикле от фермы до колонии. Все 400 километров, чтобы успеть. На топоре Мытарева следы крови свиньи и следы крови Дудука. Это он врача убил. Зачем вы убили Василия Дудука? Велели мне. А если я вам велю с небоскреба прыгнуть? Нельзя мне с небоскреба прыгать. У меня семья большая. Кормить надо. Долги опять же. А этого мне начальник велел. Говорит, иначе уволю. А где я в раз-другую работу найду? Там хоть плотят. Мне семью кормить надо. Меня посадят, да? Сидите. Все усилия приложу, чтобы начальнику, который велел, хотя бы дали больше, чем этому Мытареву. Дудук позвонил владельцу свина фермы сразу после звонка Круглова. Тот, видимо, по проводам почувствовал панику, которая одолевала врача. Испугался, что Дудук даст показания. И все-таки эта свина и чума настоящие бедствия для людей. Разоренные предприятия не менее страшны, чем болезнь. Владельцы конкретно этого предприятия мне не жаль. Вы разобрались с останками Виктора Саркауста? Да, он умер от гриппа, только не от свиного, а от обычного. Надо сказать Анне, что ее отца тоже вылечит и отпустить. Я уверена, что руководство колонии тоже знало про мясо. Наверняка Дудук поделился. Только вот надо доказать. Ну и всем по заслугам. А что будет с фермой? Круглов и Данилов уже там на месте. Контролируют. 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 Здравствуйте.